Перевод группы Dizimania. Озвучено студией СС Дизи, специально для сайта dizimania.ru Тетя Мирьем? Дила Абельгин. Что ты думала? Думала, что не узнаем тебя? Но тебе ведь без разницы. Узнали тебя или нет, тебе ведь все равно. Если бы у тебя было хоть немного стыда, если бы боялась хоть немного Бога, если бы была совесть, ты бы не пришла бы в этот квартал. Но что из себя представляет твой отец, чтобы тебя научить? Тетя Мирьем, проваливай отсюда. Проваливай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дила! Убери от нас свои запачканные грязью руки и проваливай отсюда. Не делай так, прошу. Если бы твоя мать была жива, больше всех ей было бы стыдно за тебя. Может, вы забыли все, но я не забыла. Не забыла то, как вы поступили со мной. Ни ваше имя, ни ваше звание, ни ваши грехи, ничего не забыла. Ни на день, ни на секунду не забыла. Бессовестная. Да покарает тебя Бог. Никто, сын сын. КОНЕЦ Бог вам покажет! КОНЕЦ Вот все, что смогли найти. Почему Кузгун вас так беспокоит? Просто если я узнаю, смогу помочь как следует. КОНЕЦ Слушаю, папа. Приземлились? Только что. Хорошенько разузнай, где был Кузгун и чем он занимался до этого. Кузгун? Да, ночной клуб Джанк. Почему не какой-нибудь Али стал охранником дела? А именно Кузгун и замешан ли в этом? Хочу знать. Папа... Значит, завтра выходишь на работу. Именно, брат, именно. Как ты понял, завтра начинается фильм. А где ты живешь? Сынок, да брось ты меня. Все уши прожужжал. Со мной все в порядке, не волнуйся. Ты что делаешь, выехал из Невшихир? Эй, алло. Сынок. Слушай, кроме шуток, ты выехал из Невшихир? Да, я просто задумался кое о чем. Конечно, конечно. Ладно, давай, я тебе перезвоню. До встречи. Хорошо, хорошо. Мне надо делать уроки, правда? Нет же, я тебе еще дам палочку. Дела? Ты в порядке? Пришла в такое время домой? Не очень хорошо выглядишь, уверенно? Хорошо все? Единственное, все хорошо. Иди сюда. Если тетя съест палочку, сразу поправится. Маленький мышонок? Мой маленький мышонок. Меня только ты сможешь вылечить, знаешь это, да? Знаю. А меня ты. Тебе тоже плохо? Да. Что случилось, почему? Папа ушел. Куда ушел мой маленький мышонок? В Невшихир. Какой-то ты рассеянный. Уставший ты в последнее время. А после того, что случилось с Дилой, я никакой не уставший. Рафат. Но когда говорим о контрабанде семени, у тебя дрожат колени. В этом деле мы новички. Организации, у которых есть лицензии, сильнее нас. Люди работают с гигантами в этом деле. Это дело не для нас. Им ты так же скажешь? Да. Да. Спустя ровно 20 минут. И что они ответят? Скажут, Рафат, раз ты не хочешь, значит, не будем, так? Я принял решение, шерф. Контрабандное семя будет перевозить кто-то другой. Я не буду в этом деле. Рафат создаст проблему. Скоро он объявит, что не будет участвовать в этом деле. Что будем делать? Вместо него поставим Али. Он уже устал быть подручным отца. В добру ли, Али? Поехал подкинуть кому-то в кровать взрывчатку? Я пришел найти того, к кому подбросить в кровать. Кто смог осмелиться дотронуться до тебя. Да и в нашем деле не должно страдать животное. Мы придумаем что-то другое. Али, смотри, не говори глупости. Есть только варианты в решении этого дела. Твои способы решения в этом деле не помогут, госпожа адвокат. Оставь наше дело нам. Хорошо, сестренка? Давай, я отключаюсь. Не волнуйся за меня. Давай, включи Лайта. Не идет ничего, чтобы мне понравилось. Ты смотришь иногда это. Мама, что происходит? Куда ты засмотрелась? Я уже ничего не хочу от тебя. Мама. Похоже, кто-то переехал в дом напротив. Да ладно. Думаешь, они были в тяжелом положении и решили сдавать дом? А, пришел страдалец наш. Возьми, дочка. Добро пожаловать, сынок. Добро пожаловать. Молодчинка. Моя дочка помогает маме. Все должно быть съедено. Что происходит? В то время, как у меня не было терпения видеть в том доме жизнь, сейчас кто-то переехал туда. Это точно кто-то из их людей. Сегодня дочка этого мерзавца была здесь. Дела? Наверное, приехала помогать заселяться. Не знаю, кто это, но... Но уверена, что нарушит наш покой. Заставил вас ждать, опоздал. Начали бы уж. Да, разве такое возможно? Раз не отвечаешь на звонки, зачем тогда тебе этот телефон, папа? Ты права, дочка. Права. Когда вернется, брат, папа? Когда решит дело. Ты ведь знаешь, это жизненно важно. И вообще, не волнуйся за него, с ним ничего не случится. А я сегодня поселила Кузгуна в нашем доме. Я в курсе. Смотри. Наш дом наконец-то в чем-то пригодился. На следующей неделе переедет в другой дом. По-моему, тоже. В итоге мы взяли и поселили человека посреди его горя. Видимо, ему будет тяжело разрешить проблемы с мамой. Давай, дочка, пойдем помоем руки. Сегодня встретила маму Кузгуна. Может, вспомнишь? Она была очень права в том, что говорила. Я не смогла сказать ни слова. Конечно, начала с меня, закончила все именами. И, кстати, она передала тебе особенный привет. Приди в себя. Не стоит ворошить прошлое. Ты попросила сделать добро Кузгуну. Попросила дать ему шанс. Я сделал. Я все еще боюсь произносить это вслух. Но я очень расстраиваюсь, папа. Прошло столько лет, но я все еще сталкиваюсь, знаешь, чем? Я разрушила жизнь человеку. Не только этому человеку, а всей семье. Я, ради своей семьи, пожертвовала семьей Кузгуна. Ты была ребенком. А ты ведь не был им. Кузгун тоже был ребенком. А теперь нет. Но я не знаю, что он пережил тогда. А точнее, я не знаю, как он расплатился в детстве за мой детский проступок. Знаешь, чего я боюсь? Того, что не смогу исцелить его раны, папа. Понял? Значит, брат Хасан, дело дали тебе. Но ты посанул его Акче. Почему? У меня возникли дела, а вот и вся причина. То есть это совпадение, да? Вот оно как. Акче. К добру ли в такое время? Забыла тут что? Не забыла. Нашла. Детство нашла. После тебя я периодически приходила сюда. В наш уголок Дила Кузгун. Сидела тут так. Ждала тебя. Ждала, что случится какое-то чудо. Ждала, пока ты скажешь... Эй, мартышка. Но ты не приходил. Ну а после, для меня, все пути вели в тупик. Тупик под названием Дила Кузгун. Дила, что ты рассказываешь такое на ночь глядя? Тупик какой-то, я правда не понимаю. Ладно, сиди, а я пойду. Помнишь? Знаю. Счастливчик Люк. Счастливчик Люк. Счастливчик Люк. Не иди, не иди. Что ты делаешь? Ничего. Ты что, перечеркиваешь уголок Дила? Вообще-то этот уголок называется Дила Кузгун. А почему ты закрасил нас тогда? Чтоб было еще красивее. А мы были некрасивыми? Да, нет. Не обезьянничай. А что тогда? На прошлом уроке учительница ведь сказала. Что сказала? Вы будете видеть все так, как смотрите на это. Кто может любить, тому все будет казаться красивым. А я вижу нас так, как радуга. Кузгун, я скажу тебе кое-что, но не расстраивайся. Что? Радуга состоит из семи цветов. Знаю, мартышка. В школе были только эти мелкие. Что мне поделать? Не помню. Я потерялся, девочка. Я не шоковал, как ты, за границей. Я уличный продукт. Да и не только на словах, но и на деле. Я... Я все забыл. Потому что если бы помнил, я бы умер. Умер бы от горя. Умер бы от тоски. Умер бы от того, что остался без любви. Умер бы от голода. Умер бы от одиночества, например. Умер бы от холода. От зла умер бы от злости своей. От предательства умер бы. Если бы я помнил. Умер. Умер бы от зла. Боже. Не роняй слезы, девочка. Хорошо. Хотя бы кто-то не меняется. Что ж, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Это не так делается. Ну-ка, дай. Что с тобой не так? Успокойся, малыш. Что мне у вас забирать? Ну-ка, дай. Возьми. Что мы сделаем сначала? Прервем связь с холодом. Держи. Если бы были не луновые, то можно было бы подставить снизу картон. Было бы прекрасно, но будем довольствоваться тем, что есть. Держи. Вам повезло. Ночью нашли приспособление. Зимой все дороги теперь ваши. Возьмите это. Купите суп. Спасибо, брат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Брат, что-то случилось? Иди сюда. Этого склада здесь раньше не было. Есть какой-то богатый мужчина, он раньше был полицейским. Это было его место. Что-то похожее на хранилище. Ясно, спасибо. Иди за супом. Увидимся. Давайте уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, в чем дело? Смотрите, горит. Там горит. Горит. Бегите быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Брат. Куда? На задание? Нет, давай, засыпай, картал. Куда он убежал? Я пойду вниз, а ты посмотри на следующей улице. Хорошо, тогда оттуда пойду. Блин. Это что, был он? Тысяча один. Он мог оттуда сбежать. Быстрее. Он убежал. Благодаря тебе мы спаслись от большой беды. Как отблагодарить тебя? Не надо. Мы получаем зарплату от одного и того же человека. Кто спас? Хороший у тебя способ заработка. Что, работаешь с бензином и все такое? Кто сказал тебе поджечь склон? Никто. Твоей маме известно о том, что ты делаешь? Еще сын бывшего полицейского. Разве потом не скажут, что сын госпожи Мерьем и покойного Юсуфа ввязался в плохие дела? В лес по горло. Еще и кумру есть. Жаль. Больше всего надо думать о сестре, Джемаль. Джемаль. Где я могу его найти? У него заведение под названием «Зернышко». Если у тебя есть такие слабости, как мама и сестра, зачем тогда вмешиваешься в такие дела? У каждого в этой жизни есть свои дела. Скажем, что не мог избежать искушения. До свидания. Доброе утро. Доброе утро. Твое утреннее настроение не поменялось. Такое же, как и в семь лет. Да, я такая была. И все еще такая. Я все еще ребенок. Что? Или ты стал одним из тех грубых людей? Что ты хочешь от ребенка внутри нас? Я не понимаю. Не смог удержать ребенка внутри себя. Слишком рано вырос, госпожа дела. Госпожа дела? Кстати, спасибо за дом. Я в скором времени найду новый. Нет, дорогой, не глупи. Оставайся столько, сколько хочешь. Что у тебя с лицом случилось? Не смертельно. Упал? Теперь понятна причина ссоры вчера. Дела не может быть неправа. Ты должен гордиться дочерью. Она разбирается в этих делах. Увидимся вечером. Легкой работы, дочка. Спасибо, папа. Увидимся. Созвонимся. Ты зачем пришел сюда? А? Поговорить с полицией, да? Иди со мной. Так, и... С чего мне начать? Для начала открой мне дверь. Иди со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера ночью... Что ты там делал? Вышел прогуляться. Гулял по району. Оставил здесь целое детство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прогуливался. Потом случайно наткнулся на ваш склад. А потом каким-то образом спас ваш товар. Господин Рафат, когда я просил работу, я не имел в виду большую зарплату, премию на Новый год. Я не просил такой работы. Это и ты знаешь. Я не испугался из-за того, что вчера случилось. Руки испачкаются, голова сломается, легкие повредят. Это мелочи. Ты знаешь, какую дорогу мне откроешь. Выкинешь меня, как мусор, если сделаю ошибку. Водитель. Это никчемная работа? Нет. Нет, конечно. Скажем так, у меня другие приоритеты. Воспользуйся ими. Хорошо. Но у меня есть одно условие. Я принимаю его. Но ты его еще не услышал. Я его принимаю. Будешь держаться подальше от Дили. У меня не было намерений держаться близко. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Рафат, я могу довезти. Вечером отсюда ты меня повезешь домой. До вечера ты свободен. Машина у тебя. Ты пользуешься второй машиной для опасных дел. Кто захотел у тебя машину, которая напала на мою сестру? Никто. Я не связан с этим. Я не знаю. Если мы будем отслеживать, то будет очень долго. У нас много хлопот возникает. Что это? Может, прочистить раковину за секунду. А может, и не только раковину. Может, и память. Сейчас ты вспомнишь, кому ты сдал машину. Брат, вы можете дать мне немного времени? Смотри-ка, даже просто запах помог. Кто это сделал, Шереф? Кто это сделал? Склад спасли в последний момент. Что было бы, если бы не смогли спасти? Что? Ты бы остался в долгу у всех. На сколько денег там было товара? На 50 миллионов долларов. Кто этот Кузгун? Который спас склад. Сын Юсуфа. Значит, случайно спас. Я в течение 30 минут выйду, не отъезжая слишком далеко. Хорошо, господин. Легкая работа. Слушаю. У нас должно быть совещание с господином Джемалем. Мы не обговаривали время. Господин Джемаль в уборной. Офис там. Вы проходите. Спасибо. Это ты, Джемаль? Да. Что происходит? Кто ты? Что будешь делать? Продолжать так смотреть? Проходи внутрь. Проходи. Стой спокойно или перережу глотку. Что ты хочешь? Имя. И все. Склад загорелся. Кто приказал его поджечь? Я не знаю. Вспоминай. Клянусь, не знаю. Ладно, если клянешься, значит точно не знаешь. Когда тонешь, легкие наполняются водой. Сосуд с пресной водой лопается и смешивается с соленой. А что дальше, я не знаю. Ты знаешь, что бывает? Кто приказал поджечь склад? Я не знаю. Я не знаю, кто приказал. Мне только приказали найти кого-нибудь. Кто? Кто? Хорошо. Я сейчас же туда приеду. Какая-то проблема? Кто-то начал следить за тем, кто поджег склад Рафата. Джамаля в его клубе поймали. Рафат не мог. Сегодня спрашивал у меня о том, кто это сделал. И узнай, кто за нами следит. Будь внимателен. Не оставляй следов. Рафат не мог. Идем, закажу тебе еду. Я знаю, у тебя нет дел до вечера. Мой источник информации надежный. Давай, не обижай меня. Давай. Ускользнула прекрасная возможность. Идем, идем. Я чем только тебя не накормлю. Чем накормишь? Брокколи? Что-то с луком? С фруктами? Не угадал ничего из этого. Как понимаешь, Кумру, у нас идет сокращение. Я должен прекратить твою работу, так как не могу уволить людей из основной команды. Это из-за недавней новости про делу Бельгин? Почему мы не приехали на машине? Я не поняла. Она же не моя. Но у меня же есть машина. Мы гуляем на свежем воздухе. Прекрасная погода. Знаешь, что я не понимаю? Вы столько денег тратите на спортивные залы, но когда куда-то нужно идти, только на машине. Как это работает? Я не такой тип людей, дорогой. Не старайся даже. И ты знаешь меня. Нет, на самом деле немного знаю. Я не помню. Какими мы были с тобой крутыми. Ты не помнишь? Но мы никогда не расставались. Такие выходки делали, чтобы вместе ночевать. Забудь об этом. Ты прицепилась к прошлому. Есть такая пословица. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Прекрасно это все, но это проходит. Не цепляйся так сильно к прошлому. Будешь? Я всегда такой я. А ты кушаешь такую еду? Нет. Но если ты можешь кушать, то я тоже. Хорошо. Стой, я закажу. Нет, в этом месте я профессионал. Брат Хачи, добрый день. Спасибо, хорошей работы. Нам две котлеты. Конечно. Айран, есть? Есть, брат. Дай нам тогда Айран. Ладно. Прошу. Спасибо. Вот это же. Лицо не разобрать. И здесь ничего непонятно. На чем приехал, ясно? Личный автор. Мы записали номер. Узнаем, кто он. Что рассказал? Всего лишь имя сказал. Он больше все равно ничего не знал. Я ничего не скажу, брат. Ты же знаешь. Дальше меня ничего не пройдет. Вы быстро найдете этого типа. Кузгун? Ты в порядке? Это... Не знаю. Прошло столько времени. Много что изменилось. Возможно, не изменилось, не знаю. У меня вертится в мыслях. Когда есть столько вариантов... Почему с моим папой? Подожди, так спрошу. Что ты пытаешься разузнать ни с того, ни с сего? Ешь котлет, у вас стынет. Я переживаю. Я всегда переживала за тебя. Но сейчас еще больше переживаю. Послушай, что я тебе скажу. Не нужно. Не переживай за меня. Мы с твоим папой заключили договор. Не надо за это переживать. Я тебя прошу. Я тебя понимаю. Ты увидела меня спустя столько лет. и захотела завернуть меня в хлопок. Но не надо. К тому же у меня аллергия на него. Что с тобой случилось? Что ты пережил? Расскажи мне, пожалуйста. Мне очень интересно. Посмотрите на этот взгляд. Лучше знаешь, что сделай. Пойди в приют. Там много животных. Поставь перед ними еду. Погладь их. И им и тебе на пользу пойдет. Эти бедные создания нуждаются в твоем милосердии. А я наоборот. Я не нуждаюсь. Я внятно объяснил. Ладно. До встречи. Ты не знаешь. Тебе мешает отсутствие чувств. Ты путаешь любовь и милосердие. Ты любишь меня? Ты делаешь это невозможным. Тем лучше. Ты отдохни. Ты Субтитры создавал DimaTorzok Сельчук, привет! Я попрошу тебя найти мне дело моего старого клиента Акчагиргюн Спасибо Хорошая кличка Косик Субтитры создавал DimaTorzok Иди сюда Иди сюда Иди, иди сюда Ты примешь от меня подарок? Не хочу Послушай, ты одного возраста с моим сыном Примеришь что-нибудь из его одежды? И мой дом близко И я собакам принес мало еды Примеришь обувь? Возьмем еды и вернемся сюда Что скажешь? И одна из собак может пойти с нами Они будто просят принести еды Давай, пойдем Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте Я вас слушаю Что такое? Кто просил вчера ночью сжечь склад? Я ведь сказал Что сказал? Я ведь сказал утром вашему человеку Какому нашему человеку? Владелец места Картал Джи-Би-Джи Он является Кузгуну Я его знаю Я знаю, кто он У него есть долг И ради денег он согласился поджечь склад Мы человека, заказавшего поджог, нашли Имя Джемаль Отсюда поедем к Джемалю Пишек Мне недостаточно этого Я хочу знать, кто на самой вершине Хочу знать Кто Мой настоящий враг Есть еще важный вопрос О котором вы захотите узнать Какой? Кузгун вчера видел, как Картал поджигал склад И утром пошел И получил имя Джемаля Как понимаете, он скрывает от вас, что знает сам Как мы накажем Картала? Есть одна идея ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Картал, что случилось? Кто это сделал? Все хорошо, сделал временную татуировку Не зли меня, скажи же, что случилось Все хорошо, просто царапина, боже мой Несчастный случай, все хорошо Оставь ты это, что ты здесь делаешь в такое время? Срочный корреспондент? Не спрашивай, меня снова уволили с работы Да ладно Кому ты снова палки в колеса засунула? Недостойное уважение дочери Рифата Дилия Бельгин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 16.09.1999 года В районе Сейхана Даны, на улице Меникше Наша команда по звонку незнакомца Нашли мальчика лет 7-8 с украденной левой почкой С украденной левой почкой В бессознательном состоянии мальчика Ребенка сразу отвезли в больницу Данных о его личности не было По показаниям ребенка с самого рождения Он жил на улицах Аданы Не знает своих маму и папу Назвал себя Акча Как ты, в порядке? Тебе есть кому сообщить из родственников или знакомых? У меня никого нет Ты помнишь, как это произошло? А кто сделал, знаешь? Не бойся, сынок Расскажи Ты можешь мне доверять Похитил один дядя Предложил мне дать Обувь сына Кто этот дядя? Человек, который давал еду собакам Почему ты пошел с незнакомым человеком? Подумал, что раз он любит собак, то он хороший Он любит собакам Нашел что-то полезное? Договор аренды между владельцем дома и фикрета Сейна по кличке Кисик А это имя поручителя и подпись Акчагир Гюн Господин, они заставили молчать Джемаля Зыргына Вместе с человеком, с которым он был связан Господин Рафак приехал, откройте дверь Мне ждать? Нет, не нужно Я подумал над твоим утренним предложением Я дам тебе возможность, чтобы ты показал себя Какую возможность? Не спрашивай Если хочешь подняться, делай без вопросов Жди от меня вестей Этой ночью Ты докажешь, что ты не сын своего отца Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Протяни палец. Тебе больно? Все прошло. Возьми, отнеси это на стол. Что такое? У нас ведь есть в классе СМА. Мама, ее бабушка больше их не узнает. Она очень постарела. Даже своего сына не узнает. Ты тоже однажды забудешь меня, мама? Никогда. И тебя, и твоих брата, и сестру умру, но не забуду. Мама, и сестру умру. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Я решила, что тебя дома нет. Мама? Что случилось? Ты в порядке? Я не смогла вспомнить лицо Кузгуна. Не смогла вспомнить лицо моего сына? Впервые не смогла представить. Мама, тише. Постой, постой, садись. Хорошо. Кумру. Мое тебе предсмертное пожелание. Мама, не говори так. Если я умру, не воссоединившись с Кузгуном, пусть найдет меня на моей могиле. Пусть там найдет меня. Мама. Все хорошо. Хорошо. Что происходит? Жду на вершине. Терзи. Брат, что ты за человек? Почему нужно встретиться здесь? Хороший вид. Прохладно. Хорошо, но... Зачем ты захотел меня увидеть? Я кое-что услышал. В вашем районе сгорел один склад. И правда, кто ты? Я уши этих улиц. Последствия потом приходят ко мне, а когда они приходят, информация, которой я владею, увеличивается. Все зависит от этого. Дальше все будет сложнее. Ты выбрал на чьей-то стороне? Нет никакой стороны. Поэтому ты отпустил своего брата на складе. Как ты можешь знать? Откуда? Это неправильный вопрос. Правильный вопрос. Через какое время господин Рифат узнает то, что знаю я? А ты готов принести в жертву своего брата? Брат? Какой брат? Нет у меня никакой семьи. Я потерял их всех 20 лет назад. Не сгибай воротник, когда гладишь. Испортится. Жди от меня новости. Сегодня вечером ты докажешь, являешься ли ты сыном своего отца или нет. Упакуйте его. Субтитры подогнал «Симон» 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 А потом я не смогла вернуться. Давай, вставай. Вставай, я отвезу тебя домой. Ты, наверное, замерзла. Кузгун. Прямо здесь что-то появилось. Я думала, это пройдет только когда увижу тебя. Ты заболеешь. Давай, пошли. Не прогоняй меня, пожалуйста. Мне так трудно было приехать сюда. Не отвози меня назад, Кузгун. Ладно, пойдем. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Я впервые прихожу сюда спустя 20 лет Почему ты не приходил раньше? Убежать было легче От чего? От себя Я оставила в этом доме свое детство и ушла Все прекрасное, что было, ушло от меня вместе с тобой Сначала ты А потом моя мама Это дом Моя черная коробка Я впервые открываю ее с тобой Не переглядывайтесь Хоть раз скажи, Картал Так будет лучше Клянусь, в этот раз это не связано со мной Или тебя буду судить Дочка, ты разве не журналистка в этой газете? Как ты опять умудрилась наступить кому-то на хвост? Давай, ругай меня, мама Ругай, я жду Ладно Если нет судебного процесса Мама, мы внесли в нее напрасный вклад Купили бы на эти деньги лучше золота Посмотри на нее Дурак Скажи, в чем ты провинилась? Меня уволили Мама, человека, говорящего правду, выгоняют из девяти деревень Что мне делать? Какая это по счету деревня Кумру? В стране уже не осталось деревень, дочка Ты же обещала мне быть послушной Контролировать себя Должна была быть хорошей девочкой Я контролирую себя, мама Контролируешь? Слушаю, брат Да Да, да, брат Я собирался тебе позвонить Я получил выплату на работе Давай завтра я приеду и закрою долг, хорошо? Прямо сейчас? Ладно, хорошо Хорошо Хорошо, хорошо, брат Хорошо Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Не за что Нужно решить вопросы с этим домом Нет, мне так хорошо Я отправлю завтра кого-нибудь, чтобы разобрались Нет, правда, не нужно И так нормально Ты нервничаешь, когда со мной? Это привычка Просто привычка Есть какое-то значение? Боже мой Ты такая любопытная Это плохо? Зависит от ситуации Ну, не знаю Может, воспоминания бывшей девушки Раз ты не говоришь Нет-нет, это не так Намного важнее Порой Если путь сложный Я спрашиваю у нее Орел, да Решка, нет И всегда говорит правду Хвала Всевышнему пока еще не подводила Отлично Аверс, да А реверс нет Так? Сначала нужно задать вопрос Боже мой Какой ты любопытный оказался Сначала увидим ответ А потом уже вопрос Ты прав Кажется, говорит правду Да, говорит А что ты спросила? Вопрос, который Если бы я задала тебе То не услышала бы положительного ответа То есть Говоришь, что не скажешь Ладно, я понял Я даже себе не задам вопрос Который боюсь произносить Кузгун все еще любит меня Таков был вопрос Если ты согрелась, может выйдем? Провожу тебя домой Хорошо Не буду больше беспокоить тебя Пойдем КОНЕЦ КОНЕЦ Прости Ты еще не виделся с мамой, да? Мы не пересекались Ты будешь ждать, когда пересечетесь? Кузгун, ты зол на маму Дела, прошло 20 лет Не осталось никакой злобы, поверь Человек просто старается выжить И все Тогда хорошо, что ты выжил Хорошо, что вернулся Спасибо Кузгун Что они сделали с тобой? Мне нужно идти Закроешь дверь, когда будешь уходить Хорошо, хорошо Почему вы не встретились перед магазином? Так было нужно Брат Отдам так Спасибо Прости За что прощать-то? Это ты, извини Исчезни Возьми это Идем Быстрей Возьми это Возьми это Музыка Субтитры делал DimaTorzok Часть, которая касается меня, ты накажешь его Папа, отпусти меня, я найду Кузгуна Отпусти меня, папа Дочка Я найду Кузгуна, он не найдет дорогу домой в темноте Дочка, успокойся, дела Я найду Кузгуна Дела Его похитили из-за меня, потому что я положила этот пакет Нет, дочка, нет, милая моя Мы не связаны с этим Ты ничего не сделала, клянусь тебе, ты не виновата Правда? Да, правда Музыка 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 Девушки отдыхают Нет, мой орешек, не едет О, смотри, наличь-ка мне побольше хлеба, я без хлеба кушать не могу Дедушка, внутри есть глютен, мы должны кушать еду без глютена Хорошо Ты оказался прав В этом деле точно замешан Кузгун Он признался? Признается Хорошо Хорошо Целыми кусочками кушать? Целыми? Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Карталу звонишь? Да! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Картал! 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 Отпусти! Картал! Картал! Помогите! Отпусти! Отпустите! Отпустите нас. Отпусти. Картал тоже был внутри. Да, заживо сгорит. Хорошо, идем быстрее. Господи, помоги. Не лишай ребенка. Картал. Сынок. Умоляю, помогите. Внутри мой сын. Брат. Оставьте. Мама. Мама. Сынок. Картал. Картал. Где ты? Я тут, не бойся. Не бойся, Картал. 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 Картал, я иду. Картал. Картал, вставай. Ты в порядке, посмотри на меня. Вставай. Давай, вставай, пожалуйста. Вставай, Картал. Вставай. Картал. Картал, давай. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, вставай. Из последних сил. Давай, Картал. Пойдем. Пойдем, дорогой. Пойдем. Пойдем, держись. Сынок. Ты в порядке, сынок? Ничего ведь нет. Ты в порядке. Ты в порядке, сынок? Ты в порядке? Господи. Я в порядке. Брат. Брат. Картал, ты в порядке, сынок? В порядке. Брат. 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 Госпожа Дела. Спасибо. Ты спасла мне жизнь. Что она тут делала? Честно говоря, не было возможности это спросить. Ты же в порядке? Все хорошо. Не смотри так. Папа. Что ты сделал? Придурок, что ты сделал? Ты чуть не убил брата, ты знаешь? Слышал. Так получилось. Так получилось? Ты только это скажешь? Я чужой в этом районе, еще не особо понял, кто где. Кузгун, почему ты поджег это место? Отвечай! Скажи причину. Вчера раза, сегодня два. Почему ты не убил брата. Почему ты такое сделал? Дела. Я очень устал. Давай домой. Тупица, ты чуть не убил брата. Дай реакцию. Ты камень или что? Я тебя не узнаю, Кузгун. Ты кто? Ты кто? Кто? Замолчи, хватит, замолчи. Я тот, кто я есть. Чего ты крутишься вокруг меня? Какое право ты имеешь на это? Кто ты такая? Кто ты? Никто. Оставь меня в покое. Оставь. Оставь. Я один из работников твоего отца, вот и все. Относись ко мне так же, как и к ним. Не сомневайся. Отлично. Давай, иди. И больше не приходи сюда, когда вздумается. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Я один из работников твоего отца, вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поднимите голову. Поднимите. Нужно отвечать за свой выбор, не так ли? У тебя есть два ребенка, не считая того, которого ты убил. Подними голову и иди к ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, сестра Мираль. Доброе утро, дочка. Папа прознулся? Завтракаю с господином Али. Он еще не заговорил. Но не сможет долго терпеть. Сегодня все расскажет. Где вы его держите? На складе в порту, с задней стороны. Не думаю, что он скажет что-то новое, но я все же заставлю этого типа говорить. Я уверен в ответе, который я получу. Кузгун? Точно. Дела поехала в Невшихер. Этот тип ее типа похитил, а второй спас. Заставь его признаться в истиле. Они в том, что ты желаешь услышать. Кузгун важен. Он важен для дела больше, чем я думал. Не переходи к действиям, не уверившись на сто процентов. Доброе утро. Доброе утро. Господин Али, когда вы вернулись? Недавно. Вы о личном говорили? Да нет, дорогая. Нет. Я вообще-то уходил. Увидимся. А у тебя есть ложь получше, папочка? Мы говорили о деле. О деле в Невшихер. Какой выток? Посмотрим. Папа, будь со мной честен. Ради Бога. Некоторые люди не умирают, даже когда к ним приходит смерть. Не потому что они бессмертные. Иначе я не смогу есть. Давай, я тебе приготовил. Некоторые не умирают, потому что ни один раб не желает становиться причиной их смерти. Потому что боится. Знает, что если станет играть с судьбой некоторых людей, платить за это будет не только он. То есть, говоришь, что жестокие живут дольше? Его семья будет в безопасности. Введение в урок первый в литературу для вашего блага. Итак. Я знаю, что ты не понимаешь меня. Я и так для этого... Для этого и стараюсь. Ты не обязана меня понимать. Хорошо, дорогая? Ты, Дефне, нас. Ни одна из вас не понимает меня. Порой, у упавшего в море не бывает времени обнять змею. Он либо умрет, либо станет самой змеей. Дела, дочка. Я отдал 37 лет жизни, чтобы удержать эту семью на ногах. А теперь, если я не отрежу руку, которая протянута к этой семье, не пройдет и трех дней, как я проиграю. Приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Водитель уехал? Шермин, милая, прошу тебя. Замени необходимые ежедневные новости утренними программами, хорошо? А что я сейчас сказала? Тетя! Мышка! Доброе утро! Доброе утро! Ты уходишь? Да. Доброе утро! Доброе утро! Седа, ты знаешь, куда уехал брат? Али приехал. Папа где? Он уже вышел, моя маленькая. У папы появились срочные дела, он был вынужден уехать. Кто в этом сомневался? Давай, дочка, ты опоздаешь. Маладия-то. Господин Сердар, здравствуйте, это дела. В порядке, спасибо. Можете узнать адрес нашего склада в порту и перезвонить мне? Да, да, очень срочно. Спасибо. Ты всегда такой невнимательный. Видимо, начало было предначертано судьбой на вчерашнюю ночь. Ты не понял, что внутри кто-то был? Ну, раз я сделал... Ладно. А если бы ты знал, что внутри твой брат? И я бы сказал тебе поджечь. Ты бы поджег? Нет. Но это никак не связано с кровным родством. Я беспричинно никого не убью. А теперь я спрошу. Если бы ты знал, что картал внутри, ты бы все равно заставил меня это сделать? Заставил бы. Но вчера ночью я не знал, что он там. Заставил... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама? Мама! Где? Не могу найти. В шкафу была. Нашла. Мама. Давление упало, что ли? В чём дело? Не знаю. Мама? Мама! 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 Кузгун! Кузгун! Мама, это я, Картал. Осторожно, осторожно. Мама, что случилось? Что-то болит? Поедем к врачу. Мама, что происходит? Кузгун вернулся. Мама, давай, полежи немного, давай. Мой сын вернулся. Ваш брат вернулся. Ладно, мама. Я не сошла с ума, Картал. Кузгун вернулся. Кузгун вернулся. Тот, кто приехал в дом напротив, это он. Мы виделись. Господи, слава тебе. Слава тебе, Господи. Слава Богу. Слава тебе, Господи. Слава Богу. Что хочешь? Ничего. Задам пару вопросов. Откуда ты знал, что Рафат будет давить на меня через Картала? Знаю пару методов жестких людей. Скажи, в чем дело? Ты что, его человек? Я слишком стар, чтобы быть чьим-то человеком. Этот урод заставил меня сжечь мастерскую. Отправил меня туда, зная, что Картал внутри. Я понятно объясняю? Это такой человек. Если захочет он отправить тебя, знает он или нет. Парень, разве ты не знал, во что ввязываешься? Ты еще в начале пути. Тебе не было больно, тебя не испытывали. Никем не жертвовали. Кажется, я не совсем понятно объяснился. Я вернулся не для того, чтобы кем-то жертвовать. Я вернулся, чтобы сделать жертвами их. Рефат должен пережить то же самое, что и мой отец. Я задушу его сына кровью, что на его руках. Этого урода Шерефа я убью собственными руками. И его человека тоже. Дела? А с ней что ты сделаешь? Ее я не буду убивать. Я сделаю еще хуже. Оставлю ее в одиночестве. Как они поступили со мной? Они в гроб, а я ввысь. Хорошие мечты. Тебе известно это имя? Человек, которого я вчера заставил говорить, Джемаль или Кемаль. Он дал мне это имя. Это имя бесполезно. Он умер. Вчера похоронили. Ну вот и отлично. Значит, я на верном пути. Уж на кого он работает, тот его и убил. Путь к человеку, который поджег склад Рефата, лежит через это имя. Раз уж ты у нас уши всех улиц, наверняка ты знаешь о связях этого человека. На двери что написано? Благотворительный фонд? Почему я должен помогать тебе? Ты дал слово моему отцу. Этого недостаточно? Парень, ты мучаешь и себя, и меня. Говори. Этот человек заказал похищение моей сестры. Признайся. Я ни с кем не связан. Я ради денег похитил. Она богатая. Не было других намерений. Не было. Ну все, ты сейчас допрыгаешься. Я что, идиот, по-твоему? Скажи мне, по-твоему, я что, идиот? Чей это адрес? Человека, которого ты ищешь? Шереп Дагестаен. Минуту, он разве не партнер Рефата? Почему он хочет ему навредить? Ты не можешь найти правильный ответ, потому что вопрос неправильный. Ты должен спросить, что я буду делать с этим именем. Если встанешь против него, начнется война. Проиграешь, сожжешь, пожертвуешь. Мне неким жертвовать. Как видишь, я один. Они найдут. У тебя в руках есть ткань и рулетка. Ты сможешь покрыть пеленой что-нибудь, если умеешь сдерживать обещания. Я не забуду твое наставление. До встречи. Я тебя убью, клянусь. Говори. Что ты говоришь? Ладно, я скажу. Кто заказал у тебя похищение моей сестры? Али? Что здесь происходит? Девушки отдыхают Кат! Скажи своим людям, чтобы они отпустили его Идите в офис Ты что делаешь? Я не позволю никому причинять вред из-за меня Ради бога, не начинай рассказ о бабочках и цветочках Иди к суде, рассказывая справедливости Мы оба прекрасно знаем, что ты отпустишь этого человека Я отпущу Он почти сказал, кто нанял его для похищения Пусть скажет, и я отпущу Ты с Кузгуном возишься? Ты его обвинишь из-за того, что он спас мне жизнь? Ты же умная женщина, пойми Прекрати Прекрати, брат Ты не будешь возиться с Кузгуном Разве не хватает того, что он пережил? Мы все ему должны Прекрати, ради бога Я сказала свое последнее слово Девочка, парень чуть тебя не похитил Этот человек друг Кузгуна Я Его Простила Все Выходи Ты меня слышал, иди Ты это делаешь, потому что знаешь, что он назвал бы Кузгуна Я знаю Ты ничего не знаешь Что смотришь? Давай, иди Али, этому человеку вреда не причинишь Или, клянусь, ты меня больше никогда не увидишь Понял? Хорошо? Хорошо Девочка, ты глупая И вправду глупая Два воспоминания из детства Два красивых слова И все Сразу запало Что случилось, госпожа Дила? Трудно принять то, что он использовал тебе? Разве парень может забыть тех, кто предал его отца? Ты можешь сообразить? Парень пришел, чтобы уничтожить нас Благодаря тебе ждем того, чтобы он это сделал Я тебе говорю Тот, кто вернулся, не Кузгун Тот, кто вернулся, наш враг Он пришел, чтобы отомстить Пришел для того, чтобы всех нас уничтожить И ты будешь первым А ты даже не подозреваешь Субтитры создавал DimaTorzok Господин Шереф Мы нашли человека, который разыскивал информацию о складе И кто это? Кузгун Джабиджи Сын бывшего полицейского Да Есть еще кое-что Он работает на Рафата Бельгина Он поехал в здание на машине, принадлежащей его компании Думаешь, Рафат понял, что мы хотим его свергнуть? Слушаю Сейчас же окружите здание Что случилось? Кто-то тайно вскрыл код Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спокойно У меня нет пистолета Кто Кузгун? Да нет, у меня пистолета Нет Но есть это Ну как? Вспомнил меня? Я тебя не забыл Я вспомнил Я отомстил бы тебе, но не бойся Ни сегодня Иди вперед Здравствуйте, господа Что такое? Тут что? Техас? Опустите пистолет Шерев де Гастаян Здравствуйте Я Кузгун Джебеджи Сын Юсуфа Джебеджи Я знаю, кто ты Это прекрасно Прекрасно Что ты хочешь Не переживайте Если бы я пришел убить вас Не собрал бы так много зрителей А сейчас Убери этих шакалов И поговорим о работе А сейчас Скажи мне хоть одну причину По которой я могу оставить тебя в живых Я знаю, что ты поджег склад Рыфата Подходит? Мне неинтересна причина Если честно, меня это вообще не волнует Но наша цель одна Рыфат Бельгин А теперь ты говори Поговорим о наших действиях Как мы уничтожим Рыфата Бельгина Камеры установили хорошо Но есть же задние антенны Их на несколько метров поднимите Вы же показываете вору путь Ладно, кудряшка Избавиться от него Когда придет время Пусть сначала уберет Рыфата Да, кто это? Братец Кисик Ты в Стамбуле? Откуда ты мне звонишь? Да, братец Нам нужно срочно встретиться Кисик Что с тобой, брат? Что произошло? Что произошло? Что случилось? Али это сделал? Как они тебя нашли? Говори же Я бы правда уехал Но в ней в шахире бегал за девушками Как ты спасся? Пришла твоя девочка Дела? Видел бы ты это Она такую жесткую позицию заняла Прямо не женщина, а креми Она и тебя защищала? Она и тебя защищала? Спасибо Сельчук Сельчук, ты следишь за человеком? Пусть не чувствует, что за ним следят Не упускай его Я хочу знать Встретится он с Кузгунами или нет Отправь мне все координаты мест В которые он едет Он купил сим-карту Потом приехал сюда Как только вышел из здания Больше ничего не делал Хорошо Спасибо, Сельчук Сначала все может показаться Не таким, как на самом деле На ногу птицы цепляют нить И птица приносит более крупную добычу Охотнику, которая не может поймать ее в лес То есть добыча считает себя охотником Если человек положил глаз на что-то Что не может достать Сначала будет поймать И поймает, когда будет пойман сам Музыка 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 Продолжение следует...